Себя выключаю, если вам нужно, вы мне скажите. Счастливо. Я сейчас с вами, но я выпью с вами. Я думаю, нужно начинать, раз уже все включили. Боря, а почему мы не начинаем? Я включил запись, мы можем начинать. Мы начинаем? Отлично. Тогда я должен сначала поздороваться со всеми теми, кто меня слушает, кто, может быть, будет слушать. И Илья меня уже представил в таком коротком тексте, который сопутствовал приглашению к лекции. И пару недель назад Илья предложил мне что-нибудь проговорить, проартикулировать на тему еврейского искусства. И я подумал, что есть несколько тем, которые меня всегда интересовали, поскольку я много лет занимался тем, что связано с еврейской культурой, материальной в частности, да, и в частности с традиционным еврейским искусством, может быть, уже не один десяток лет. Потому что, собственно говоря, что такое еврейское искусство, я так до конца и не знаю. Я даже не уверен, что оно существует во всем своем континууме, временном, скажем, и пространственном. Осуществует, на мой взгляд, некие такие локальные флуктуации, феномены. Такой вот ряд феноменов, из которых состоит то, что принято называть еврейским искусством. Но, тем не менее, есть некоторые вещи, которые являются такими, ну, как бы, парадигмами, связанными с пониманием художественного мастерства и с пониманием роли художника и творчества его. И когда-то мне подумалось, что вот существует две, по крайней мере, такие, как бы, два представления, которые находятся в определенной антитезе друг к другу. И вот я их вынес в название этого сообщения. То есть одно, значит, одно представление это, как бы, речь идет о представлении художника, то есть о том позиционировании, как бы, художника, да, то есть вот в тени Бога, и второе, которое я назвал подобным Богом. Ну, на самом деле, не я придумал эти названия, понятно, что они существуют и помимо меня. Да, вот, но, тем не менее, вот, я когда-то думал, что их можно противопоставить одно другому. Потому что одно первое, которое, как бы, в тени Бога, оно совершенно очевидно, вроде бы, связано с еврейской традицией, еврейской культурой и очень древней и давней, когда мы действительно можем говорить о чем-то таком, что связано непосредственно с еврейской традицией художественной. Вот, а второе, вот, на первый взгляд, мне казалось, что оно связано с традицией эллинской, то есть вот человек, который подобен Богу. И когда я стал более детально, как бы, вникать в суть этих понятий, то пришел к выводам несколько иного характера, вот о которых я сейчас хочу рассказать. Но кроме этого, понятно, что мне бы хотелось еще немножко поговорить вот о... проблемах, связанных с эстетическими представлениями. Существуют ли они вообще в еврейском сознании? Или существовали ли они когда-то, как, собственно говоря, еврейские представления? Сравнить их, скажем, с греческими, сравнить их с культурой эллинской. Потому что на основе этих двух культур, вот как это вообще-то известно, но тут я попытаюсь еще по-своему это показать. Вот формируется некоторая такая новая культура, которая потом и становится, по сути дела, художественной европейской культурой. Ну вот, и вот если обратиться, скажем, к этому первому представлению, да, которое говорит нам, значит, вот в тени Бога. И оно как бы эксплицитно вроде связано с еврейским мировоззрением, потому что его обоснованием служит этимология имени первого мастера, который был призван, в общем-то он был призван Богом на самом деле, но Бог посоветовал Моисееву призвать для того, чтобы он выполнил важные функции. Собственно говоря, самые первые художественные функции, которые возникают в еврейской традиции. Это устройство скинии и всех тех предметов, которые в этой скинии находятся. И сам библейский текст говорит от лица Бога, что вот я призвал Бессалеля, сына Урии, с коленой Урии и напомню его божественной мудростью, разумением, знанием и талантом к любому ремеслу. И дальше вот игра этимологии имени Бессалеля, она довольно ранняя. Собственно говоря, восходит она к трактату Брахот, и потом в ранних Медрашах, типа Бамидвар Раба, эти эти молодые имени воспринимаются как художник, который находится под сенью Бога. И на самом деле, по сути дела, текст, сам библейский текст из книги Шмот, нам говорит о том, что Бессалель заранее должен обладать вот этим предначерственным божественным планом. То есть идеей, прообразом самой скинии и тех предметов, которые он должен потом воспроизвести. Поскольку из вербального описания Моисея, и собственно говоря, и самой книги Шмот, если внимательно ее читать, у нас этот образ зрительный перед глазами не восстанавливается. Есть текст, который говорит о техническом сооружении того или другого архитектурного сооружения или, скажем, ритуальных предметов, но на самом деле зрительно представить себе это невозможно, и понятно, никакой иллюстрации к этим библейским текстам не существовало. Вот поэтому предполагается, и сам текст говорит, что да, вот существует некоторый, этот самый прообраз, представление Бога вдохновенности, которое находится внутри самого этого мастера. И вот это, как мне казалось, и есть некоторая особенность еврейской традиции, поскольку на тех памятниках, которыми я много лет занимался, и которые отстоят от скини, ну, как минимум на три с половиной тысячи лет, эта традиция, как ни странно, продолжается и сохраняется. Вот, в частности, сейчас я просто включу... Так, я должен включить изображение, чтобы... Кнопка внизу зеленая, правильно? Шерсть. Да-да-да, я нажал на зеленую кнопку, а теперь... Нажимаете на окно, в котором у вас то, что вы хотите показать. Да, вот я на него нажал, так. Окей, замечательно, сейчас увидим. Видим, да? Да, видим PowerPoint презентацию. Вот. Ну, да, вот. Вот, собственно говоря, то, о чем я говорю, это, ну, один из примеров поздних. Это верхняя часть Арон-Кодыша 1872 года из города Фальтичены в Румынии. Она абсолютно идентична, скажем, еще сотням таких, а может быть и более, нескольким сотням таких Арон-Кодышей, которые были изготовлены, да, вот с конца 17 века до, ну, вплоть до Второй мировой войны. Их изготавливали мастера по всей Восточной Европе. Они очень типологические. Я просто не буду анализировать, значит, их иконографию. Не это моя тема. Но, если обратить внимание, тут есть два текста. И оба текста эти, понятно, реминисценция на, вот, библейские тексты, которые говорят о том, что их творчество, этих мастеров Бога вдохновенно на самом деле. Вот второй текст, который говорит «дело рук моих», это имеет в виду фраза от первого лица, от Бога. «Для прославления». Вот, и дальше написано «Для прославления людей Аарона и Моисея». То есть, вообще, они не просто устанавливают вот эту парадигму некой боговдохновенности, они еще указывают на связь, непосредственную связь с самыми первыми, ну, назовем их произведениями еврейского искусства. Вот, а верхняя фраза, которая вот в сиянии таком находится, в ней сказана «полнота мудрости и совершенства красоты» – это, значит, фраза из пророка Изяки. И вот это представление о боговдохновенности художника, которое экспрецитно присутствует в библейском тексте, если мы посмотрим в европейской традиции, то оно очень ярко артикулируется в эпоху Возрождения. Причем именно в эпоху Возрождения в Платоновской Академии во Флоренции. И, скажем, если посмотреть тексты, которые писал основатель этой академии, ее духовный наставник Марсилио Фичино, человек, на которого ориентировалось, на творчество которого ориентировалось большинство современных ему художников, вот что он говорит, что идеи или художественные образы имманентны Божьему уму, являются образами вещей в божественном уме. Согласно Возрениям Неоплатоника, он, конечно, это говорит, а не согласно библейскому тексту. В душе же мастера, пишет Фичино, живут напечатления этих образов в силу их предсуществования. Они подобны искрам изначального божественного света. И высвободить их, то есть явить миру, может только мастер благодаря учению. То есть, если вообще говоря из этого текста выбрать набор тех категорий, которые определяют мастера, то мы увидим, что они парадоксальным образом совпадают с текстом книги Шмот, хотя на самом деле не на этот текст ориентируется Фичино. Он говорит о традиции неоплатоников. Теперь, если перейти ко второму представлению. Художник, который подобен Богу. Это представление достаточно позднее, на самом деле, связано оно с эпохой романтизма. В большей степени. В эпоху романтизма оно представляет своего рассвета и апогея. То есть, художник становится свободным художником и буквально уподобляется творцу. И так, мне думалось, что вообще за этим скрывается такая эллинская подоплека. Но на самом деле оказалось, что это не совсем так. Потому что зерно этого представления тоже зерстится на представлениях, может быть, не строго еврейских, а скорее еврейско-христианских, иудео-христианских. И восходят они ко времени гораздо более раннему, чем эпоху Возрождения. Они восходят к эпохе раннего христианства, когда оно формируется. И, собственно говоря, связаны они с идеей, которая возникает впервые или формулируется впервые у Августина, который соединяет между собой иудейскую традицию и эллинскую традицию. И идеи, которые являются абсолютами у Платона, они у Августина становятся предметом божественного творчества. Собственно говоря, предметом творчества божественного духа. И превращаются буквально в личные мысли или образы самого Бога. То есть Бог с точки зрения Августина творит как художник и называет его деос пикта, то есть Бог-художник. Ну а где сам художник, человек? Вот в средневековом сознании, буквально до эпохи, связанной с... Ну, вообще говоря, с манеризмом, да, то есть это позднее такое возрождение, которое уже трансформируется и как бы декаданс возникает. Вот в эту эпоху декаданса впервые появляется идея свободного, свободно творящего художника. Потому что средневековое сознание все-таки не может уподобить человека, естественно, Всевышнему. И поэтому вот идея о том, что божественная идея, она равноценна идее, которая возникает внутри художника, в средневековом сознании она отсутствует. И тем не менее, в ряде текстов мы видим, что речь идет о том, что у художника, ну, как бы такие псевдоформы присутствуют внутри его художественного сознания. Отчасти подобные тому, тем великим идеям, которые присутствуют в сознании божественного. И теперь вот что происходит. Значит, вот начиная с эпохи манеризма развивается эта идея, которая трансформирует облик художника, который находится как бы под сенью бога. То, что продолжается в эпоху Радессанса. Леонардо бы не пришло в голову себя уподоблять Всевышнему. А вот появляется идея о том, что художник может свободно творить, и его творчество, оно сопоставимо по свободе своего выражения с творчеством бога. Например, ну, если бы в более позднее время посмотрим, разные манифесты, которые в эпоху романтизма очень активно публиковались. Ну, в частности, например, Шлегеля. Вот фраза, которая, может быть, объясняет многое. «Все священные игры искусства – суть не что иное, как отдаленное восприятие бесконечной игры мироздания этого произведения искусства, находящегося в вечном становлении». И таким образом, все это происходит в иудеохристианском мире. Потому что подобная постановка вопроса в мире эллинском, в общем-то, невозможна. В греческой мифологии вообще понятие творения в библейском понимании, оно чуждо. Если мы обратимся к греческой мифологии, которая позже обретает философское осмысление, то увидим, что эллинские представления художники и процессы творчества, они в первую очередь связаны с профессиональным умением, со специализацией, подобно тому, как это существует в мире богов. У них тоже есть специализация, да, в греческом мире. И боги в этой ситуации являются как бы учителями или первоучителями этих самых художников. Ну, собственно говоря, вот как в профтехучилище. То есть есть специализация, вот там великий учитель учит, значит, вот ученика. И есть некоторый парадокс вообще со всей этой художественной греческой традицией, потому что боги, они несозидательны, в отличие буквально от человека. То есть на самом деле мастер или художник, он творец, он творит. А боги ему научили, как это делать, но, собственно говоря, в творчестве они не участвуют. И тут, ну, можно это продемонстрировать на примере разных мифов, но мне кажется, что есть три мифа, которые очень ярко показывают вот эти взаимоотношения между богами, мастерами или художниками и творчеством, которое стоит посередине между вот этими двумя группами взаимодействующих. Это, в первую очередь, миф о Аполлоне и Марсе, который сейчас вот мы вкратце посмотрим. Потом это миф о Пигмалион и миф о Дедале. Вот три мифа, которые очень ярко связаны с художниками и с представлением вообще о художественном творчестве. Ну, так, сейчас мы картинку перелистаем. Вот я выбрал такую картинку эллинистическую, на которой, значит, проиллюстрирован этот миф о Марсии, о Полонии и Марсе. Да, ну, если вот кто-нибудь, я думаю, что все этот миф знают, но вот так вкратце там ситуация такая, этого мифа. То есть вот существует некий сатир Марсии, все это в Афригии происходит. Вообще большая часть мифов разворачивается вот этих художественных в Афригии. Или не, собственно, на территории Греции. Вот существует такой сатир Марсии, который подбирает флейту, созданную Афиной. Афина там много чего создавала и не смогла и воспользоваться. Вот это тоже поразительным образом она, ну, сделала, а как бы никакой пользы из этого извлечь не смогла. Он извлек и стал вообще выдающимся исполнителем на флейте. И это Плектор на самом деле. И нет, нет, это флейта все равно. Да, и дальше Марсии вызывает на соревнования Аполлона, потому что он решил, что он велик, по меньшей мере, не менее, чем сам бог Аполлон, который известный кефарист, он играет в кефаре. И вот то, что мы видим на этом рельефе, значит, изображен сюжет, где Марсии играет на своей флейте. Сидит Аполлон, который держит кефару. А посредине стоит некий персонаж с ножом. Очень грозный такой, вообще садистский настроенный персонаж. Потому что Марсию, да, были приглашены, естественно, такие зрители, да, которые должны были оценить творчество того и другого. В частности, на стороне Марсия был там фрийский царь Мидас известный, и он оценил творчество Марсия выше, чем творчество Аполлона. Ну, и понятно, что бог такого стерпеть не мог, но наказал его совершенно звероподобным образом. Вот этот человек, который стоит с ножом, он как раз готовится помочь Аполлону сдирать кожу с живого Марса, и он создал кожу с Марсия. То есть дальше нет смысла рассказывать все перипетии этого мифа, но он еще имеет продолжение. Но вот суть этого явления заключается в том, что нет возможности уподобиться, скажем, в плане ремесла, в плане мастерства Богу, и Бог наказывает того, кто пытается приблизиться к его, значит, вот этим самым вершинам творчества. А второй миф – это миф о Пигмалионе. Ну, я тут картинку избрал, может быть, не случайно, на самом деле, потому что миф о Пигмалионе, он, я думаю, всем хорошо известен. Да, вот мастер-скульптор, который создал идеальную совершенно скульптуру из слоновой кости, и потом он в нее сам влюбился, и дальше непонятно, что с ней сделать. Он в нее влюблен, он приносит ей всякие разные подношения, но ничего не происходит. Она ему не отвечает на взаимности, и тогда он упрашивает богиню Афродиту, чтобы она оживила эту скульптуру, и она ее оживляет. Ну, и дальше там, в общем, разворачивается обычная семейная история. Она уже менее интересна, но на самом деле, что скрывается за этим? За этим скрывается два мотива. То есть, первый – мотив фетиша. Ну, собственно говоря, вот эта картинка, которая такая пародийная, она и отображает вот этот некий фетишизм творчества греческих художников, а потом и римских. И это мы можем потом проследить по самым разным текстам, и греческим, и римским. То есть, вообще, творчество превращается в некоторый фетиш. Это его самозадача. Вот этот художник, ставший котом. То есть, это фетиш, правда, второго рода. Это те, которые котом бегут. Ну, в общем, идея фетиша здесь очень ясно показана. А вторая идея заключается в том, что, ну, вот Афина, она ничего не создает. В смысле, не Афина, я прошу прощения, Афродита. Она ничего не создает. Она просто воплощает в жизнь то, что создал сам художник. Это как бы некоторая вторая модель взаимодействия. И третья модель, которая очень любима была как раз теоретиками в эпоху романтизма, это модель Дедала и его сына Рикара. Вот двух мастеров. Один мастер идеальный, классический, Дедал, спокойный, выдержанный. Но на самом деле, если мы посмотрим всю историю его творчества, то увидим, что творчество его, оно как бы на такие, еще минутные какие-то проблемы растрачивается. Включает даже этот знаменитый критский лабиринт. То есть, оно не служит каким-то таким высоким духовным целям. Там, собственно, и сам критский лабиринт не служит высоким духовным целям, как нам известно. Но когда появляется некоторая новая модель, еще и в игру вступает еще один художник, свободный художник, Икар, который более амбициозен, чем его отец. И мы знаем, чем заканчивается вся вот эта вот трагическая история. Вот. И, собственно говоря, какой вывод из вот этого предыдущего отрывка. Ну, то есть, из того фрагмента, вернее, который я сейчас сказал. Ну, вот возникает вывод такой, что понятие творца, который может творить из ничего, может творить с помощью слова, создавать новые образы и создавать чудеса, вообще чуждая греческой традиции. И поэтому оба эти представления, у меня они стоят через союз или, но на самом-то деле, вероятно, там другой союз может быть поставлен. И потому что и то, и другое представление. И о художнике, где запечатлен вот этот богоявленный образ. И о художнике, который уподавляет себя Богу, который вытекает буквально из творчества раннехристианских мыслителей, типа Августина, они все подходят к еврейской традиции и связаны с ней. А греческая традиция, она устроена иначе. И вот мы о ней будем немножко тоже говорить сейчас в следующей части моего сообщения. Скажи, пожалуйста, а в середине какие-то обсуждения возможно, типа вопрос там или еще что-то, или ты предпочитаешь в конце все обсуждение? Смотри, я бы предпочел в конце. Давай-давай, нормально. Да? Если так, скажем так, если такой формат устраивает, то я тогда продумываю. Ты выбираешь формат, конечно, тем более, что народу довольно много, чтобы не получился некий хаос. Да. Поэтому давай ты говори так, как считаешь нужным. Но я думаю, что если какие-то есть вопросы, то я предлагаю всем писать в чате, с тем, чтобы потом мы все это смогли обсудить, чтобы ничего не забылось. Но обсуждать будем именно в конце. Хорошо. Да. То есть вот я за это. За то, чтобы обсуждать в конце. Вот теперь я... Вот второй фрагмент, который носит условное название эстетика. Я хочу выделить просто группу текстов для этого обсуждения. Понятно, что с этими текстами сейчас мы поработать основательно не сможем. Я с ними какое-то время поработал. Это тексты самых первых авторов, которые до нас дошли, которые реально писали о художественном творчестве. Это Плиний Старший. Вот он написал трактаты об искусстве. Жил он с 22 по 79 год новой эры. Ветровий, который автор 10 книг об архитектуре, и жил он с 80-го года до нашей эры, до 15-го года новой эры. То есть все примерно современники. И двух еврейских авторов. Это Филон Александрийский, о нем мы будем чуть-чуть позже говорить. И Иосиф Флавий, который, собственно говоря, не является, конечно, специалистом по искусству. Но у нас просто и нет других, условно, скажем так, светских авторов, которые бы что-то артикулировали на тему, связанную с еврейским творчеством. А у Флавии это присутствует. И мне показалось любопытным сравнить эти тексты. То есть, в первую очередь, если обратиться к тексту Плиния. Текст Плиния достаточно такой посильный для того, чтобы его довольно быстро освоить. И чрезвычайно познавательный. Потому что вот он описывает произведения искусства, и само творчество все посвящено некоторым рациональным предпосылкам, целесообразности, искусности мастерства. Что-нибудь такого, что может поразить воображение. Ну, например, вот этот лабиринт критский. И не единожды, скажем, встречаются фразы о безумном сумасбродстве мастеров и тех, кто заказывает им эти произведения. Вот, скажем, фразы. Безумное сумасбродство – домогаться славы тратами, которые никому не принесут пользы. Да еще и истощать силы царства, чтобы увеличивать славу строительства. И почти весь трактат Плиния, он наполнен вот такого рода представлениями и категориями, которые говорят о чудесах творческого великолепия или о расточительстве, или о невероятном совершенстве мастеров и даже о дерзании, но они никогда не говорят о каких-то вот таких идеях, сопредельных идеям божественного творчества. Плиния весь в материале. И он, скорее, как ученый, как естествоиспытатель, описывает эстетические представления вот о картинах, о скульптурах или о структуре архитектуры. Его эстетика, в общем, абсолютно целесообразность, рациональность и возможность поразить. Ну, вот какую-нибудь характерную фразу и весь труп Плиния, он как бы такими фразами наполнен, к числу таких живописцев, там имеется в виду выдающихся живописцев, должен быть отнесен не комах. Он первый изобразил Улиса в войлочной шапке. Вот как бы некоторая особенность художника, которую фиксирует Плиния. И это первый трактат о искусстве, и мы ничего другого в нем, в общем-то, не найдем. В отличие от этого, в трактате Витрувия, который был теоретик архитектуры и воспитанный на глубокой греческой культуре, и в том числе на традиции кифагорейской, вот он, для него эстетика вещь, это исключительно важная, в первую очередь, это эстетика архитектуры. Но эта эстетика имеет тоже такой наукообразный характер, потому что основу эстетики составляет соразмерности, пропорции и меры. И все эти соразмерности, пропорции и меры, они построены на человеческой фигуре. То есть они имеют такой антропоморфный характер. Ну, всем хорошо известен, да, такой витрувианский человек, который изобразил Леонардо, человек такой, вписанный в идеальный круг, квадрат, откуда вот происходят очень многие интересные пропорции. И эти пропорции описал Витрувий, и они все основаны на соотношении человеческого тела. В первую очередь, витрувий выделяет три числа. Очень важных, идеальных. То есть это число 6, которое имеет самые там разнообразные свойства, вытекающие из эпидуарийской теории. Сейчас мы тоже не будем об этом говорить. Число 10, которое по витруве просто идеально, оно соответствует 10 пальцам на руках или на ногах. И вот, обращаю ваше внимание, число 16. То есть число 16, оно является совершеннейшим по витрувию, потому что, во-первых, оно составляет сумму 10 и 6, а во-вторых, потому что оно является слагаемым 4-х пядей, которые умещаются в одну ступню. Ну, вот тут нет речи о дематрии, но тем не менее 16 оказывается числом совершенно идеальным. И, собственно говоря, весь трактат Витрувия, он построен на, естественно, технической стороне дела, на измерениях, на обосновании ордерной системы греческой, на обосновании пропорций храма идеальных и гармонических. И вот дальше нам некоторые его представления окажутся чрезвычайно важны, витрувианские, относительно пропорций и мер при строительстве сооружений и при их украшении. Собственно говоря, вот такова эстетика. А вот если обратиться к текстам Иосифа Флавия, это кажется мне крайне любопытно, потому что часть его евдейских древностей, естественно, посвящены описанию Скинии и затем построению храма. И у нас, по сути дела, кроме текстов самих библейских, нет других текстов, которые бы эти сооружения столь подробно и тщательно описывали. И мы можем убедиться, если эти тексты внимательно читать, что идея размеров, пропорций и соотношений, она чрезвычайно важна, и Флавий как бы постоянно об этом говорит. Но, кроме этого, появляется еще одна характеристика, чрезвычайно важная, и по глубине она другая. Вот, например, всякий, кто без задней мысли и внимательно присмотрится ко всему описанному, здесь вещь идет о построении Скинии, найдет, что все это устройство должно напоминать и служить отражением всего мироздания. Или при описании храма. Да, тут вот что. При описании храма, естественно, Соломона. Да, мы только про этот храм говорим. Царь собирался путем вышины и простора сочетать красоту с грандиозностью. Это такое совершенно эстетическое представление. И потом, когда он описывает здание, он пишет, здание отличалось чрезвычайной легкостью и соразмерностью. И вся гармоничность его оказалась скорее естественной, чем результатом искусства. Это парадоксально. Это пишет историк и воин. Но мы видим, что во всех трех этих фразах заключаются, безусловно, эстетические категории, причем чрезвычайно важные. И вот я бы хотел обратить внимание сейчас в первую очередь на эту первую фразу, где речь идет о том, что эти строения Скинии, а потом, собственно говоря, и храм, они служат отражением всего мироздания. И далее Флавий, он просто артикулирует символизм и Скинии, и миноры, и столов хлебов предложения, и завес, и одежд, и первосвященника, и фода. И текст этот относится к самым разным категориям искусства. То есть он относится к пропорциям, он относится к формам, он относится к цвету. Например, трехчастное отделение Скинии, а затем храма соответствует по Флавию, Земле, морю и небесам, которые принадлежат всемышнему. Семисвечник соответствует семи планетам. Двенадцать хлебов знаменует год и двенадцать созвездий. Совесы служат эмблемами стихий. Вессон – это символически означает землю. Пурпур – море, которое окрашивается кровью рыб. Лазуревый цвет – это воздух, багряный огонь и так далее. То есть огромное внимание такое концентрирует наш Иосиф Лавий на вот таких художественных категориях. И он не одинок, потому что ему предшествует гораздо более глубокий человек, вот философ – это Филон Александрийский. Собственно говоря, у Филона в работе она есть о том, кто наследует божественное. И еще в работе, которая посвящена жизни Моисея. Вот буквально мы можем увидеть тот же самый символизм скини и символизм храма. То есть оба эти мастера, они уподобляют святая святых, которое создано в соответствии с вышними небесами. Кроме вот таких умозрительных, что ли, текстов, спекулятивных, назовем их так, то есть, по крайней мере, у Иосифа Флавия это иногда выглядит очень спекулятивно, у Филона более обоснованно. Существует и абсолютно объективная сторона этих сооружений, о которых идет речь, о скини и о храме. То есть, если у нас нет реального представления о них, у нас есть их размеры, есть их пропорции. И эти... Сейчас, минутку. Надо сказать, да, эти размеры и пропорции. И, собственно говоря, эти размеры и пропорции, ну, во-первых, по мысли самого Филона, они соответствуют идеям мироздания. Но на самом деле, если мы посмотрим вот такой временной ретроспекции, эта идея о том, что и скини и храм являются некоторым отражением мироздания, они более позднее время присутствуют. Вот картинку, которую я показываю, это предположительно рукой самого Маймонида нарисованные схема храма Соломона в его трактате, рукописной трактате к комментариям к трактату Медот, где вот Маймонит как раз вот такие, ну, условно говоря, идеи мироздания прослеживает. Но и не только Маймонит. Скажем, в середине 17 века там иезуитским монахом Вилель Панда, вот вы видите, это слева схемка, да, вот Вилель Панда, он восстанавливает идею Иерусалимского храма как абсолютный божественный космос, а справа это та же самая схема, ну, или аналогичная схема, изображенная рукой Ньютона. То есть Ньютон занимался и целый трактат посвятил Иерусалимскому храму, потому что он в нем видел отражение божественного космоса и все пропорции и размеры с точки зрения этого выдающегося ученого, они соответствуют этому замыслу. Теперь вот интересно посмотреть реально эти самые пропорции и размеры. Вот картинка, которая перед вами, она, значит, демонстрирует несколько разных сооружений. Вот стрелочка видна, когда я показываю? Видна стрелочка, Илья? А, видна, видна. Да, то есть вот это, да, здесь в пропорциях изображены четыре храма. Вот это храм Соломона по размерам. Вот это Парфенон. Вот это храм в Карнаке египетский. Вот, а это храм... Сейчас, сейчас, на секундочку. Да, а этот храм, вот этот храм в таком месте Айндара, на территории, на границе, собственно говоря, между Турцией и Сирией, храм, который был обнаружен в 50-е годы, и который до сих пор, большинство ученых считает, что вот это некий прототип для храма Соломона. Он теперь не сохранился, его турки разбомбили два года назад. Вот, но тем не менее, все это было обмерено. Так вот, сейчас просто хочу обратить ваше внимание на пропорции, они, кажется, мне чрезвычайно показательны. То есть, да, где это? Куда это мы ушли? Вот. Значит, вот пропорции Скинии таковы. То есть, ее размеры, скажем, 50 на 100. Причем, это неважно. Я буду брать в метрах, в локтях, там, или в футах. Главное, вот, соотношение. То есть, длины, скажем, и ширины. 50 на 100, соответствует, да, 1 к 2. И это пропорция, который... Идеальная пропорция, о которой говорит Витру. Идеальная пропорция для храмов с точки зрения Витрувия 1 к 2. Но если мы посмотрим пропорции шатра, то там будет пропорция 1 к 3. То есть, шатер отличается, как будто бы, вот, от классического витрувианского такого представления. Потому что витрувианское представление, оно строится на архаических храмах. Скажем, архаические греческие храмы имеют пропорции 1 к 2. А вот, скажем, парфенон, если мы посмотрим, вот он имеет пропорции 1 к 3. И если мы посмотрим пропорции храма Соломона, то мы увидим, что у него существует два типа пропорций. То есть, вот это вот внутренняя составляющая, вот это то, что у греков называется целло. Вот она, целло. Это вот эта часть. То пропорции ее 1 к 3. Ровно так же это 1 к 3, как и, скажем, в классическом греческом искусстве, в 1 к 3. А если мы посмотрим пропорции с пристройками, то мы увидим эти пропорции 1 к 2. То есть, они таковы, как это рекомендует нам сам Витрувий. Если мы посмотрим на... Да. Пропорции храма в Карнаке египетская архитектура стоит отдельно. Она совсем в других пропорциях выполнена. А вот пропорции эллинских храмов, причем архаических, скажем, храма Дианы в Эфесе, вот там пропорции буквально 1 к 2, как это, внешний облик храма Соломона. А внутренние, как в более позднем, например, греческом искусстве, Парфенон – это 5-й век. Да, то мы увидим соотношение вот такие же 1 к 3, то есть пропорциональность соответствует храму Соломона вполне. Та гармоничность, о которой пишет Иосиф Лави, она, видимо, устроила бы Витрувия. И что, с моей точки зрения, показательно, вот храм вот этот в Эйндара, который структурно как бы похож на храм Соломона и, соответственно, тоже относится где-то к 9-му, 10-му веку, он выполнен в совершенно иных пропорциях. Его длина совпадает с длиной храма Соломона, то есть она 30 метров, а его ширина 25 метров, в отличие от 10 метров храма Соломона. Есть еще одна чрезвычайно важная и показательная вещь, которая на самом деле поразила и Ньютона – это деление храма, как вы знаете, оно трехчастное и святая святых, самая главная часть храма, она абсолютно квадратная. А в ее пропорциях объемных она кубическая, потому что она 10 на 10 на 10. То есть вообще соответствует по всем трем параметрам, всем трем идеальным числам Витрувия. То есть на самом деле мы можем, ну, я не знаю, на самом деле это как бы такая, не то, о чем я хотел бы говорить. Тем не менее, мы видим, что в архитектуре храма и в пропорциях храма, и в пропорциях с хитиньей мы видим все вот эти идеальные числа, пифагорейские числа, но на самом деле реально мы не знаем, как это между собой связано. То есть вот существует некий, такое впечатление, что некий универсальный модуль, универсальный модуль, который работает, ну, вот, скажем, Средиземноморье. Вот. Это то, что относится к эстетике, и мне кажется, что вот если и говорить о таком, собственно, еврейском искусстве, да, то вот та эпоха, когда два этих сооружения, все, что им соответствует, храм и скиния, они и есть предметы реального еврейского искусства, потому что они построены на земле еврейской, еврейским заказчикам, и даже не так важно, кто эти мастера, но тем не менее, вот все те параметры, которые соответствуют национальному искусству, в этом присутствуют, а кроме этого, кроме этого, это национальное искусство достаточно глубоко устроено, да, оно устроено так, что все те, кто рефлексирует на нем, отражает его связь с неким божественным замыслом. Теперь, двинемся дальше. Дальше это означает хронологически дальше, то есть ближе, на самом деле, ближе к нам. Какова рефлексия на этом храме? То есть, собственно говоря, вот все, храм исчез, храм исчез, и вот только тогда, когда храм исчез, появляется какая-то еврейская художественная рефлексия на образе этого храма. До этого, пока он был, мы не знаем, как он выглядел. Ну, собственно говоря, я не имею в виду храм, который был восстановлен Ирогом, мы тоже не знаем, как он выглядел. Только описание. А вот, да, описание, и тоже существуют пропорции, но у нас там, как бы, основа, структура, она должна была по логике повторять то, что было воссоздано после того, как евреи вернулись из пленения, и повторять то, что было создано царем Соломоном. Будем считать, что это примерно, ну, примерно, они соответствовали друг другу. Так вот, никакой рефлексии художественной в той эпоху не существует, а как только храм исчез, буквально, то рефлексия появляется. Вот эта рефлексия крайне интересна. Вот три образца, которые я вам показываю, да, вот это монета Баркобы, и вы видите, монета Баркобы, на ней изображен портик, это портик храма. И внутри вот эта арочка, это вообще ковчег, подразумевается, то есть, там где-то внутри святая святых ковчегов. То есть, вот перед нами абсолютно такой греческий четырехколонный портик, и он символически обозначает храм еврейский. То есть, рефлексия и образ храма, который возникает в еврейском сознании, он берется из окружения, из реального окружения, и в реальном окружении художественном существует представление о греческом храме и ни о каком другом. Поэтому на монете Баркобы там другая идеология заложена, идеология там, в общем-то, мессиатская, и восстановление царства, на самом деле, потому что храм символизирует, в общем, в этой ситуации восстановление еврейского царства. Вот храм, он греческую форму. Есть еще два образца, крайне для нас любопытные, по времени более ранее, вот эта роспись, это из синагоги Дура Европост, да, это роспись 230-224 год, примерно, новой эры. А это такая, это донышко погребального бокала, который разбивался и вкладывался в погребальную камеру. Он обнаружен в одной из еврейских катакомб Рима, и здесь мы видим вообще совершенно фантастический образ, то есть перед нами просто, естественно, греческий тоже четырехколонный храм, есть две колонны, и хинвас, и мы понимаем, что это храм Соломона. Даже если здесь не написано, потом перед ним стоит минора, и есть еще некие предметы, связанные с праздниками восхождения, но и вокруг, значит, есть еще, вообще еще эскиния добавлены к этому. И мы опять видим перед собой образ греческий, абсолютно вот такой греческий храм. И то же самое мы видим в изображении в росписях Дура Европост. Это самые первые росписи вообще на библейскую тему, которые дошли до нашего времени парадоксальным образом, но сейчас не суть о них говорить, а вот перед нами, значит, это Арон, тут просто написано по-гречески, чтобы мы не сомневались, что здесь вообще-то происходит, и что перед нами изображен опять-таки Иерусалимский храм, он находится на вот таком подиуме, что естественно, и перед нами греческий вот такой образ. И вот это чрезвычайно интересно, что вообще говоря происходит, что на самом деле является предметом разговора здесь, ну, помимо того, что мы видим рефлексию, которая является неким художественным образом, взятым из искусства окружения эллинского. Вот есть разные оценки того, что мы здесь видим по поводу Дура Европас и по поводу вообще вот этого, этих форм искусства, существует огромное количество литературы, скажем, одну фразу только приведу, да, великого Гомбриха, который в фундаментальном труде о всеобщее истории искусства пишет, о росписях Дура Европы следующие. Этот живописный цикл не относится к числу шедевров, но он интересен с точки зрения процессов, протекавших в третьем веке. Вот, и именно процессы, которые протекают в третьем веке, вот, мне кажется, наиболее интересны вообще для рассмотрения того, что могло бы стать еврейским искусством, прошу прощения, мы скачали, что реально могло бы стать еврейским искусством, но не стало, потому что вот эта эпоха, когда происходит формирование художественного языка. У народившегося и не имеющего своих художественных образов и своего вот такого пластического языка христианства оно начинает формировать свой вот такой своеобразный художественный язык, но на самом-то деле в иудаизме происходят вещи аналогичные. Та форма юдаизма, которую мы знаем на сегодняшний день, она формируется ровно в ту эпоху, когда исчез храм, когда вообще формируется вся привычная и традиционная синагогальная литургия, и вообще образ как бы жизни абсолютно меняется. Евреи расселяются на большой территории, должна быть некая такая единая связь между всеми этими группами людей, и начинает формироваться некий особый язык, некий особый язык, при том, что и у той, и у другой группы, и у группы христианской, и у группы раннехристианской, которая логично перетекает из одной формы религии в другую, формируется этот язык, и на самом деле аналогично этому формируется некий язык и внутри вот этого самого иудаизма после разрушения храма. И для формулирования образного языка совершенно невозможно придумывать какие-то новые формы. Для формирования образного языка, как правило, берутся какие-то готовые клише, которые переносятся в эти новые языки, и там они начинают по-своему функционировать, по-своему работать. Еще своего стиля ни тот, ни другой язык не имеет, поэтому фраза Гомблиха о том, что это не является шедевром, и вообще искусство, скажем, он говорит про раннее христианство, оно безусловно не является шедевром, но не это является вообще задачей художников вот этой эпохи. И, собственно говоря, они даже не совсем художники. Это те мастера, которые формируют новый язык. И надо сказать, что с моей точки зрения художественный язык впервые тогда и формируется, потому что вот о том эллинском искусстве, которое потом стало и римским искусством, о котором, ну, по крайней мере, вкратце я упоминал. Нельзя говорить как о неком особом художественном языке. И те проблемы, которые решаются этим искусством, это проблемы украшения, или это проблемы, связанные с какой-то социальной функцией, в первую очередь это статуи и архитектура, но и живопись, и мозаичные панно, которые появляются, они абсолютно иллюстративны. У них нет как такового скрытого языка, который потом появляется в художественном искусстве. Даже нет необходимости, они являются некоторым украшением пространства, иногда изочеренным, но они не являются с точки зрения симбиотики, в общем, языком как таковым. В отличие от этого, вот в эпоху, когда появляется этот набор памятников, от монеты Барковбы до росписи Дурееворта сформируется некий язык, причем этот язык нам сейчас может быть абсолютно непонятен. То есть, те образы, которые мы здесь видим, они могут обладать совершенно другим значением. Это язык закрытый, он трансформировался, он перерос в какой-то другой, скажем, язык, более понятный, символический язык. Этот даже может быть и не настолько символичен. Он метафоричен, скорее. В христианстве, а в еврейском искусстве он не состоялся, потому что вот ведь что происходило. Он формируется на протяжении полутора, двух, трех столетий, до того, как на землю Израиля приходит мусульманство, которое обладает очень мощной такой иконоборческой силой. и все это движение языковое, визуальное языковое движение, оно исчезает. А ведь происходили вещи вот достаточно любопытные. Я просто хочу взять один образ, это как бы третья часть моего сообщения, которое показывает эту парадоксальную ситуацию, парадоксальную ситуацию формирования языков в иудео-христианском мире, и у евреев, и у христиан. И вот это язык, который состоит из чисто формально, да, то есть его, скажем, лексической составляющей являются, если так это можно сказать, это греческие образы, языческие образы, которые потом переходят вот и как бы трансформируются. Как? Сложно сказать. Ну, скажем, один из персонажей, который чрезвычайно важен и популярен и там, и там, сейчас вот, смотрим, это образ Орфея. Вот перед нами две мозаики. Значит, одна мозаика, это справа мозаика из Палермы третьего века, а слева это, может быть, один из самых ранних мозаичных образов, это мозаика из Эдессы, и она точно датирована на 194-го года, эта мозаика. И текст, который мы здесь видим, ушел, сейчас, минуточку, текст, который ее сопровождает, это текст на сирийском, арамейском, и там вот, что написано, следующее, что буквально так, в месяце Ниссан 505-го года селефтидской эры я папа, сын папы, папас, на самом деле, сделал для себя эту комнату упокоения, для себя, своих сыновей и потомков, и благословен каждый, кто это увидит. Это, конечно, удивительный текст, потому что в нем очень много клише и дат, соответственно, которые просто указывают на его очень глубокую связь с еврейской традицией, и с иудейско-арамейским языком, соответствующий вкус. Эти мозаики расположены очень далеко друг от друга. А Сицилия и, скажем, Эдесса, которая находится в Малой Азии, они находятся на расстоянии тысяч километров друг от друга. И там, главным персонажем служит вот Орфей. То есть мы знаем, что это Орфей, потому что вот у него такая своеобразная одежда, тоже на фридийский манер, у него фридийский колпак, лера, и его приходят слушать, в общем, все живые твари. И популярность этого образа была чрезвычайно высока, вот в этом позднеэллинистическом мире существует, даже на сегодняшний день сохранились сотни изображений. Мозаик, изображений на погребальных урнах, на саркофагах, на пластины из славовой кости. Огромное количество. И популярность его связана с тем, что это та эпоха, когда одновременно с двумя вот развивающимися религиями, то есть одна после падения храма, а другая просто новая, которая появилась на основе старой. Существовало еще и еще несколько таких религий, которые в римском, вот этом, в большом римско-эллинистском мире чрезвычайно были популярны. Одна из них была связана с орфическими культами, как так называемыми. Орфические культы были связаны с персонажем Морфеем, таким легендарным человеком, который помимо вот этой известной истории с Эбридикой, был еще и основателем такого мистериального культа, вполне закрытого. И до нас дошли какие-то элегии и тексты, которые связаны с этим самым орфическим культом. В итоге Орфей был растерзан именадами, вот, и ему стали поклоняться как некому такому божеству совершенно определенного свойства, который, во-первых, сходил туда, под землю, в ад, и смог вернуться на землю, и он был единственный персонаж такого рода, за исключением, как мы потом знаем, и Иисус делал примерно то же самое. Вот, кроме этого, он обладал вот этой божественной силой искусства, потому что его пение завораживало зверей, птиц, деревья, камни, в общем, и даже богов, то есть все на свете. Собственно, культ этот построен на самых разных таких принципах, включая еще и диетические принципы. Да, насколько какие-то разрозненные элементы этого орфического культа дошли, но он был чрезвычайно важен. И возможно, что популярность этих самых изображений в этом мире греческом объяснялась связью с этим культом. Если мы отправимся, это доступно даже для осмотрения, в христианские катакомбы Рима, то мы увидим там тоже изображение орфея. Вот слева, справа это катакомба Домицилы третьего века. А справа это, собственно говоря, тоже орфей. Все те же звери пришли его слушать, у него плектор здесь такой, это катакомба Петра и Марцеллина четвертого века. И что в общем-то делает орфей в христианских катакомбах там в Риме. Существует некий консенсус, потому что этим исследованием посвящено много разных работ. И как бы все авторы они входят к мнению о том, что орфей здесь изображает Иисуса. И существует много гипотез. Вот мне кажется, что две вот внизу эта сцена где орфей изображен в виде доброго пастыя. Вот. То есть вот две гипотезы они максимально как бы позволяют с моей точки зрения сопоставить. Да, вот их шесть таких наиболее важных. Две видимо сопоставить орфея с Иисусом. Который и тот который как бы орфей является правозвестником нового мира. Вот он также может водить или будет водить волка Агнца на основании текста пророка Исаии. А также он правозвестник вообще нового века и правозвестник в некотором смысле новой религии. И это неумозрительные соображения, потому что существуют тексты христианские, раннехристианские тексты в патристике, особенно это был в этом Климент Александрийский, он жил между 150-м и 215-м годом, и у Климента просто буквально прошу прощения, опять это куда-то убежало. Вот, Климент он буквально изображает Христа как нового орфея, основываясь на нескольких признаках. На том признаке того, что он был певец, ну то есть человек, который составлял новые тексты, который очаровывает даже души диких животных на основании того, что он поэт и священник, и автор нового культа мистерий. И, собственно говоря, Климент для христианской культуры он как бы создает новую орфею. Просто вот этого нового орфея, который, тексты Климента были известны, это все-таки прошло почти 150-200 лет между этими изображениями и текстом Климента, появляется изображение орфея, который соответствует образу Христа. И вот тут я не знаю, какие механизмы, честно сказать, работают, потому что может быть это метанимия, когда часть, да, часть значений этого образа переходит или совпадает, как бы, два пересекающихся множества, значений Христа и значений и орфея, они пересекаются и метанимическим образом один перетекает в другое. А может быть, на самом деле, Зая полностью образ заимствуется, то есть полностью со всеми его особенностями, полностью переосмысляется, и вот когда я сказал о том, что вот нарождается этот язык, и этот язык скрытый и тайный, он даже не случайно именно катакомбный язык, потому что это язык для закрытых, для внутреннего сообщества. Нам он до конца не понятен. Понятно, что это изображение не является языческим, а это изображение вот новой монотеистической религии. Вот теперь вот это. Вот перед нами, значит, традиция еврейская. Слева это мозаика. Это мозаика из синагоги в Газе. В Газе, да, она 506-го года. Синагога, к сожалению, мозаика была обзорвана. В 1972-м году экстремистами палестинскими фрагменты этой мозаики уцелели. Вот этот фрагмент мы можем увидеть в музее Израиля. И вот мы видим, что эта сцена, она в значительной степени соответствует образу Орфея, который я покажу вам ради. Вот сидит персонаж, который играет на лире, и ему приходят поклоняться звери. оно написано, и тут мы даже не можем сомневаться. То есть, в отличие от тех текстов, где можно спекулятивно говорить Орфей Иисус, здесь вообще нет смысла сомневаться. Вот просто написано, что это царь Давид. есть более ранний образ. Он, к сожалению, плохо сохранился, это тоже роспись синагоги в Дуре Европос. Это, может быть, одна из самых сложных панелей Дуре Европос, и ее анализу посвящено огромное количество работ. Но вот в углу есть некий образ, который тоже такой консенсусный образ. Это Давид, царь Давид, который играет на Лире, и его приходят слушать животные, птицы, и вы видите, что этот царь Давид, он абсолютно соответствует образу Орфея. Он одет точно такой же фрегийский колпак, у него та же самая посадка, и он с этими самыми взаимодействует со всем окружающим ему миром. Вот он исполняет псалмы, и псалмы приходят слушать всех. Тут есть некая спекулятивная сторона во всем этом деле. То есть для нас нет сомнений, что образ Орфея как бы проникает параллельно, точно так же из эллинского искусства, из эллинских образов, он проникает и в еврейскую традицию. Есть тексты, которые говорят о том, что на самом деле есть более ранняя еврейская традиция, она тоже связана с Александрией. Она связана с Александрией, где спекулятивным образом во втором веке до новой эры, это было связано с эпохой перевода библии на греческий, септуагентой, вокруг этого была целая школа, еще и философская, и в частности Александрийский философ Аристобл II века, он в неком тексте, который ему приписывается, такой элегия, псевдоорфическая элегия, он рассказывает историю о том, что все свои знания, потому что орфей еще греческий традиция, который массу знаний принес в Грецию, и при этом надо сказать, что мы видим, скажем, в мифологической библиотеке действительно греческой написано, что орфей путешествовал в Египет и из Египта принес свои знания. Вот у Арестобла все это вульгаризируется в какой-то степени, и он рассказывает о том, что орфей получил все знания у Моисея, и не случайно, скажем, своего сына он назвал Мусеус в честь Моисея, от которого он приобрел все эти самые знания, и потом передал их в Иолинскую традицию. Связать этот текст, который реально существует, с образом Давида Арфея, кажется мне чрезвычайно сложно, я даже не понимаю, какую цепочку можно было бы между этим выстроить, а фактом является другое, на самом деле. На самом деле мы имеем вот три образа, которые относятся к языческой, эллинской, эллинско-христианской и иудейской традиции, и чисто внешне они пользуются как бы формально, да, одними и теми же образными представлениями, то есть лексически это выглядит одинаково, и это сохраняется довольно долго, и понять реально, что за этим скрывается, сложно. Вот это последнее, наверное, то, что я хотел бы показать, перед нами тоже дважды изображение Арфея, вот это замечательная мозаика, которая принадлежать должна была бы нам, она была найдена в Иерусалиме в 906 году, но, к сожалению, находится у турок в Стамбуле, у Дамасских ворот она была найдена. Вот, по поводу этой мозаики написано бесчетное количество статей, и большинство авторов так вот пишет заведомо, что здесь она 6 века, и поскольку это только часть панели, внизу там на панельке были изображены еще две христианские святые женщины, вот, и доминиканские монахи, которые ее обнаружили, они полагали, что это погребальная камера, и, собственно говоря, вот та первая мозаика, которую я вам показывал, вот эта, вот, она как раз находится над погребальной камерой, что важно, да, то есть орфей связан с погребальным культуром, вот, поэтому они полагали, что это просто автоматически перенесли на этот образ понятие того, что это Иисус, кроме всего прочего, тут существует вот эта птичка, ну, психополк, так называемый, да, проводник царства мертвых, как они считают, у него на груди крестик там нарисован, его сложно увидеть этот крестик, может быть, он вообще ничего не означает, сложно сказать, словом, вот до шестого века, да, и вполне возможно, что это просто орфей и все, а вот здесь мы видим тоже орфей, это псалтырь, это парижская псалтырь, знаменитая десятого века, она вообще-то из Византии происходит, но она сделана по александрийским моделям четвертого, пятого века, это достаточно точно установлено, скорее даже образцам четвертого века, и здесь изображен этот царь Давид, потому что это иллюстрация к псалмам, а рядом с ним сидит муза, это музыкалиста, которая на самом деле является матерью орфея, вот, вот такой парадокс мы видим во всем этом, но развитие в еврейской части не происходит, не происходит, потому что исторические события как бы прерывают эту самую цепочку, она исчезает, и та реконструкция, которой мы сейчас все занимаемся, она является следствием археологии после того, как появилось государство Израиль, вот, а все, что происходит потом и дальше, ну, вот есть один образ, который я хочу просто для окончания показать, дальше начинается другая история, собственно говоря, он тоже из другого пространства и другого времени, это синагога, я ее сфотографировал в Толедо, в соборе, вот это удивительная синагога, есть целый набор таких образов на романских и готических соборах, там синагога противопоставленная церкви, церковь зречия, а синагога слепая, здесь нет противоставления, здесь одна скульптура, синагога, она с повязкой на глазах, она уже ничего не видит, и в руках она держит, вот удивительно, она держит, значит, кодекс, и она держит таблицы завета, но обращаю ваше внимание, она держит таблицы завета не просто, не голой рукой, да, она их как бы держит, как святынь, то есть она, здесь есть материя, материал, через который она держит это, и это позволяет предположить, что это такая синагога-петита, она скорее всего сделана Мараном, человеком, который вообще понимал некую святость в этом образе, да, ну вот, она незрячая, зрение пропало, совсем в другом смысле, не в том смысле, как это изображали христиане, ну вот как бы, то, чего я сегодня хотел сообщить. Боря, спасибо, включить микрофоны людям? Да, теперь включить микрофоны. Да, господи, участники, вы все можете открыть свои микрофоны, задавать вопросы. Я предлагаю все-таки кризисческой системе, во-первых, Боря может посмотреть, дело в том, что тут несколько вопросов уже сформулированы были, ну там, я целую диссертацию написал в чате, вот, но здесь есть некоторое количество реальных замечаний, практически я предлагаю начать с замечаний, я уверен, что среди нашей большой аудитории сегодняшней есть люди, которые имеют доступ к этим же материалам, то есть нам были представлены страшно интересные материалы, источники, и я предлагаю начать не с вопросов типа того, что откуда вы знаете, что там искусство делается из источников, тем, кто знает тексты, которые сейчас рассматривались, те, кто знают, знакомы с искусством или нестическим, среди нашей сегодняшней аудитории есть достаточное количество людей, поэтому я предлагаю начать именно в этом ключе, насколько это возможно, вот, так что давайте мы будем задавать вопросы, давайте, ну я могу начать даже не с вопросов, я, как бы, Боря пока читает то, что написано в чате, но я... Я не вижу, что написано в чате, как. Как не видишь, а вот открой чат, вот есть такая штука, которая внизу называется чат, ты ее просто открой, и сразу все увидишь. Да, я открыл, да. Там много написано, но я сформулирую, чтобы не читать все, одну очень простую и важную, по-моему, вещь, во-первых, большое спасибо, потрясающе интересно просто, и мне кажется, очень важно, мне кажется, это начало разговора, а не только вот какой-то разговор, потому что затронуты очень важные темы, мне страшно жалко, что здесь нет Миша Шнейдера сейчас, потому что думаю, что только он реально владеет всей совокупностью источников, которые здесь могут быть задействованы, но у меня совершенно определенное ощущение, что традиции, о которых ты говоришь, либо носят какой-то действительно архетипический характер, и следовательно, они присущи, не знаю, коллективу бессознательному, либо, что я предполагаю, это все-таки некие очень древние традиции, более ранние, ну, точно более ранние, чем в христианстве, это 100%, хотя бы потому, что, как я здесь пишу, все, что говорит Августин по этому поводу, это просто пересказ Филона Александрийского, и он это делает, конечно, иначе, чем у Филона Александрийского, но Филон Александрий значительно интереснее, а дальше то, что говорит Филон Александрийский про Бога, мудрость которого, Вогас, является художником, это же переносится в Медрашраба, то есть самое начало Медрашраба, она буквально цитирует этот момент, и здесь есть такой очень интересный момент, что человек, который является образом Бога, он, так сказать, заимствует божественную мудрость, он воплощает себе божественную мудрость, там все это очень подробно прописано в довольно ранних текстах, все-таки, типа Мишлей, например, и потом в более поздних текстах при мудрости Бенсиры и так далее. Это довольно древняя традиция, и она, эта традиция очень переходит, то есть, ее нужно анализировать, она попадает в христианство, безусловно, но она, безусловно, присутствует в иудаизме. Второй момент, это по поводу трона царя Соломона, то, что я здесь пишу, это то, что традиция царя, окруженного зверями, и который царя, то есть, Давид и Соломон, почти одно и то же, с Лирой, который, как бы сказать, оказывает царем зверей, в каком смысле, это невероятно мощная, очень глубокая еврейская тема. Она, мы можем установить, что она именно еврейская, а вовсе не христианская, именно, или какая-то очень раннехристианская, потому что она, потому что она в иудаизме осмыслена, и как раз, ты говоришь, что нету продолжения, продолжение как раз есть, но оно в литературе, оно в текстах. Да. И в текстах это очень глубоко и подробно осмысленно, почему это, собственно говоря, животные должны быть, и чего и так далее. Это прямо описано в библейских текстах, прямо в тексте книги Берешин, где человек называет животных, и так далее. Вся традиция продолжается. То есть, это очень большая, это огромная совершенно традиция, и как раз, да, можно предположить, что она разрушена, была в иудаизме, была утрачена в очень большей степени, что-то перешло в христианство, что-то еще. Может быть, параллельно существовало языческой, ленистической мифологии, в орфейских культах. Тут надо понять, потому что все эти мозаики, они все-таки не такие уж и ранние, как я понимаю, были, которые изображения орфея, они тоже того же времени, примерно, плюс-минус. Да, они начало, да, не конец 5-го, начало 6-го века. Да, тем более, значит, мы говорим о том, что эта традиция, как минимум, ленистического периода. Ну, конечно. Вот. И тогда возникает вопрос о том, что на что влияло, и как влияло, и так далее, мы не знаем, но мы видим это параллельно в разных... Нет, речь не идет о влиянии, речь идет о... В том-то все и дело, что тут нет влияния. Тут есть... Речь идет о параллельном развитии языков художественных, безусловно. На самом деле, христиан образ, и ты абсолютно прав, по этому поводу довольно много чего проартикулировано, про то, что действительно это Давид и Соломон, они... Это правда. Они совпадают в этом смысле, и это царь, который сидит на троне, да, то есть это тут даже нет вопросов, и это не имеет отношения в христианских, скажем, их это не волнует, эта тема, поэтому там совсем другой образ. То есть на троне, окруженный животными. Да, на троне, окруженный животными, совершенно точно. Там образ пастыря их интересует, который пасет паству, то есть один и тот же образ, он в двух этих самых культурах работает абсолютно иначе. Он позволяет, как бы, сам этот греческий образ, сама форма позволяет иначе семантику ее выстраивать. Вот в чем, как бы, семантика разная. Сидящий на троне, окруженный животными, это Адам Аришон, с точки зрения Медраша, с точки зрения первых глав книги Берешит, и так далее. Дальше эта традиция, конечно, развивается очень разными образами. Образ того, что он пастырь, заодно, это тоже, как бы, в лунаизме присутствует, но я согласен, что христианство уходит. Я думаю, что идея, что Иисус, он является пастырем животных, это не очень, как бы, христианская идея, насколько я могу судить. Я, может быть, такое тоже есть, но царь, который является пастырем животных, это библейский образ. Это библейский образ, который потом просучит Медраши, там и так далее. А вот как он взаимодействует с эллинистическими, языческими образами, это будет страшно интересно. Ну, вот я даже не уверен, что он взаимодействует. Вот для меня это некоторое пока, то есть не то, что для меня. Вообще, эта тема достаточно с одной стороны разработанная, с другой стороны спекулятивным образом разработанная, потому что я не очень понимаю, вот действительно, какой принцип здесь работает вот этот именно метанимический для визуального. Я все-таки подчеркиваю, я говорил сейчас о визуальном искусстве. Понятно, что эти образы в Медрашах разрабатываются. Тем более, надо понимать, какой Медраж к какому времени относится. Это довольно ранние образы, когда, собственно говоря, и Медраж, традиция Медрашистская формируется. Тогда же. Вот, и поэтому зачастую мы в некоторых изображениях, как вот недавно обнаруженные синагоги в Хакуке, там фантастические есть изображения, которые мы потом, которые мы можем понять только с помощью более поздних Медрашей, которые появляются в 11-м или даже 13-м веке. То есть, это означает, что эти тексты существовали тогда, иначе эти изображения не понимают, непонятно. То есть, в вербальной, скажем, культуре, это, конечно, продолжается традиция. Безусловно, вся еврейская традиция вербальная. Визуальная, пластическая прерывается. Но она нам позволяет иногда заглянуть в какие-то глубины исторические, которые тексты нам не позволяют этого сделать. И кроме этого, у этих образов есть одно важное отличие у визуальных, в отличие от вербальных. У них больше этих самых мета-уровней зачастую. Поэтому этот язык нам абсолютно не понять. То есть, мы не знаем на самом деле, что реально это означало, я думаю, никогда не узнаем. Там такие сложные семантические уровни могут скрываться за всем этим. Я думаю, что я вылез своими вопросами и чаяниями, но надо дать все достаточно многочисленные наши аудитории тоже высказаться, поэтому, пожалуйста, друзья, давайте... Мой большой вопрос. Ой. Вот я ждал. Хаба. Да. Значит, у меня, опять, небольшой вопрос по поводу Орфея. Даже не вопрос, а дополнение. Вы знаете, да, про Плештимский кувшинчик, который в музон Исраиль? Если не знаете, я вам пришлю. Это ранняя эпоха железа. Там тоже Орфей с зверюшками. Вот. А во-вторых, насчет храма и реконструкции храма, тоже если... Я думаю, что, может быть, вы знаете, а если нет, то самая лучшая книжка это Йосифа Гарфенкеля на основании в том числе находок в Хирбет Каяфа и остальных. Там он приводит просто все, что можно. Все иллюстрации, которые только могут быть. Да, эту книжку да, А кувшинчик знаете? Пришлась вам? Про кувшинчик я не знаю. Книжку Гарфенкеля я, конечно, знаю. Я вам пришлю. Ага, хорошо. Спасибо. Спасибо. Да, ну. Господа, я, может быть, всех испугал, сказал, что... Ты что, ты же пугал, похоже. Да, 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 я прошу прощения. Нет, можете задать любые вопросы, любые реакции, какие у вас возникают. Можно задать вопрос? Да, пожалуйста. Да, не слышно. Во-первых, в грейской традиции есть демиург, это Бог-творец. Так что я, короче, хочу не поспорить и услышать твоя мнение, но вот реакцию на то, что мне кажется, во-первых, что есть такая идея человека, как творец, Бог как творец, а главное, что гибрис, мне кажется, это выражение того, что человек, он может подавать Богу, хотя он получает из-за этого наказания, как дедал, или как Икар, но все-таки такая возможность есть. То есть не кажется ли тебе, что мифы про творцов, про художников, которые существуют, по-моему, только в грейской традиции, я не знаю ни одной другой мифологии, в которых есть так много мифов по отношению художников, хотя эти художники получают наказание от богов, это только потому, что они до такой степени близки к богам, что нужно создать историю, которая все-таки ставит эту границу. Смотрите, для меня там принципиально другой момент, момент, связанный с актом творения, который понимается как бог-художник, который творит, собственно говоря, практически из ничего, творит из собственного, из вот этого внутренней идеи, которая в нем заключена. Вот греческие боги, они не обладают, они также рациональны и в материале, как и те ученики, которых они научили. Там нет момента вот этого чуда и момента творения, которое присутствует и рационального как бы такого начала, да, которое присутствует творцу и художнику. То есть некоторый момент иррационализма греческая, она мне очень близка по-своему, да, как человеку, который занимается искусством. Но она очень внятно, очень логично и действительно, да, нет возможности уподобиться. Боги лучше, они как учителя самого высокого класса, с ними невозможно соревноваться. Но создать какой-то вот из ничего, сотворить чудо или какой-то иррациональный такой художественный ход, который очень близок был как раз романтикам, именно по этому. Вот это не, мы не видим этого. Я не вижу этого. Спасибо большое. Да. У меня есть вопрос, Борис, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. У меня вопрос, вы в самом начале сказали, что вы до сих пор не поняли, есть ли, ну, такое понятие еврейское искусство, мы все пытаемся разобраться с этим. но вы сказали, что для вас, ну, сейчас это определяется рядом феноменов, феноменов, которые и являются в общей сложности еврейским искусством. Вот какие из них, ну, основные для вас, если вы можете перечислить, вот, самое важное, из чего складывается еврейское искусство? Да, мне, конечно, это такая отдельная и очень обширная тема, которая тоже требует обоснования и некой такой долгой, как мне кажется, подготовки, базы, ну, я не имею в виду подготовку профессиональную, а, в общем, то есть мне нужно для этого много чего обосновать, вот, для того, чтобы говорить об этих феноменах. Но, но все-таки, ну, искусство такая странная штука, на самом деле. Есть некоторые моменты я имею в виду, когда мы говорим еврейское, мы же понимаем, какое национальное искусство, ну, собственно говоря, связанное с еврейским народом. Вот, когда мы говорим, там, русское искусство, да, или, я уже не знаю, там, французское искусство, мы почему-то, мы сразу понимаем, зачастую, о чем идет речь. У меня есть декая картинка, ну, есть еще время? Я могу показать? Да, конечно, еще немножечко времени у нас есть, мы можем... Да? Ну, хорошо, вот давайте, сейчас я вам покажу такую картинку. Да, у нас еще время, почему нет? Есть время, да? Сейчас, секундочку. Алло. Так, где это у нас тут? А, вот. Алло. Так, мы видим картинки, да? Видим. Вот смотрите, такая показательная картинка. Значит, вот, есть некое неформулируемое явление, связанное с визуальным искусством. То есть, есть вот то, что называется иконография, да? И большинство все-таки ученых старается, и то, о чем я сейчас говорил, в основном все-таки касалось именно иконографии, то есть, что изображено, история этого. Вот. И это самое, может быть, интересное, потому что за этим стоит огромный контекст, то есть, вот некий контекст. Второе, это то, кто занимается стилем. Сейчас мало кто занимается историей стиля, потому что об этом написано огромное количество книг, но пощупать стиль невозможно. Начиная там мы от Винкельмана можем двигаться вот в обе стороны, все, кто писал про стиль, но мы не можем это пощупать, мы не можем ловить. Там Бернсон, он какие-то выдвигал какие-то объективные категории, типа там линия, движение, цвет. Но это тоже сложно. Зачастую можно, наверное, отличить венецианское от фарентийского. Но есть какие-то вещи, которые схватываются. Вот у меня эта картинка для этого. Они схватываются нашим сознанием зачастую, даже если мы не знаем, что это за памятник конкретный, абсолютно. Вот купол, да, купол, который изобретен римлянами, и который является вот универсальным таким, универсальным архитектурным языком. А дальше, если мы посмотрим на вот те купола, которые здесь перед нами, то мы сразу поймем, между прочим, к какой культуре они относятся, да. Даже если мы вообще не знаем, что это за памятник, или что это за памятник, мы понимаем, что это, вот это соответствует мусульманскому пониманию. Если кто-нибудь однажды видел армянскую архитектуру, он уже не спутает, он понимает, что это купол армянский. И что вот этот купол какой-то странный, где-то между, засевший между мусульманством и вообще Востоком. Это совершенно понятно, что он какой-то такой персидско-сасанитский. То есть, в общем, есть у этих вот такие внутренние ощущения, внутреннее схватывание формы. У человека, который даже не является профессионалом. А, скажем, с этим куполом сложно. Мы не можем понять, к какой культуре он относится, на самом деле. Да, но я думаю, вы понимаете, что это за купол. Это купол, Петербургской синагонии, который сконструирован. Или вот эти купола. Вот эти купола особенно поражают воображение. Да, вот как вы думаете, что это такое? К какой культуре они могут относиться и к какому языку художественному? А это язык, который конструировали. Конструировали еврейские архитекторы в Венгрии. Вот, кстати, сказать, один из феноменов. Один из феноменов это конструирование национального языка в венгерской культуре после того, как Венгрия стала второй страной в Габсбургской империи. Австро-Венгрия образовалась там в 1862 году. И до этого в Венгрии не было лет 300, потому что она была под турками. И тут начался бурный процесс формирования еврейского искусства. В смысле, я прошу прощения, венгерского искусства. И в этом венгерское искусство формировали в основном то есть вот те первые маститы, люди, которые это национальное, формировали национальное венгерское искусство. Был такой Оттон Лехнер, немец и один из выдающихся совершенно архитектор. Его ученик Белла Лайта, еврей Элиппет Баумхорн. Вот эти люди формировали венгерское национальное искусство. И параллельно они формировали еврейское венгерское национальное искусство. Вот перед нами купола двух синагогов. Один купол в Сегишваре, а другой нет, это Сегиш. Этот купол Сегиш, а этот купол в Субботице. И они сделаны и та, и другая выдающиеся памятники. Значит, одна сделана Баумхорном, еврейским художником, а другая сделана Комаром и Дежи Якубом тоже еврейскими архитекторами, которые много чего построили в плане венгерской архитектуры. И создали как бы создали вот этот еврейский венгерский национальный стиль. А как мы можем понять, что он является еврейским? В отличие вот от тех первых, которые мы с вами венгерской архитектуры. То есть вот некоторый феномен, который нам показывает, что можно пытаться формировать. И может быть, если бы это имело продолжение на протяжении столетий, как вот с этими куполами, то вообще произошло бы какое-то такое явление, которое бы мы назвали еврейским искусством. Но понятно, что этот купол, или вот тем более вот эти купола, а как они связаны с храмовой традицией, как они связаны со средними веками и так далее. То есть вот почему я полагаю, что говорить о еврейском искусстве как таковом вообще нет смысла, потому что у него нет некой такой линии движения, нет некой динамики. Вот прервалось все, о чем я говорил в шестом веке, в начале седьмого, и вот как бы еврейское, потому что оно очень тесно связано с определенной все-таки почвенническое это явление, вот такое вот искусство, в отличие от текстов, от вербальных вещей, которые взял подмышку и перенес. Нужна некая такая почва, и правда, не случайно все эти великие плении из трабоны и все остальные, они очень тесно связывают все архитектуру и живопись, и скульптуру с какой-то конкретной почвой и конкретной землей, там произрастает мастер, там он смотрит на эти образцы, у него есть тамошние заказчики, это очень важно, есть класс заказчиков, искусство нет без класса заказчиков, есть цари, свои цари, которые как бы диктуют это, есть своя религия и главный язык, определенный конкретный язык, потому что нельзя это искусство связать языку мылишь, отличие от тех других, которые связаны со своим языком, вербальный язык это тоже вещь случайно важная, а их несколько вербалит языков у евреев, и поэтому только наличие всех вот этих факторов, включая именно еще и конкретный вот этот государственный вербальный язык, все вот это формирует вот такое вдруг формирует это искусство, которое мы глазом определяем как национальное, вот с моей точки зрения ничего такого нету, мы в Венгрии можем наблюдать это страшное интересное явление, вот, но искусственное, а вот есть естественный феномен, это искусство восточноевропейских евреев, которые мне очень дорого и любого, потому что там, как ни парадоксально, большинство этих факторов, о которых я сказал, присутствовали, причем присутствовали там в течение полутысячелетия почти, и там в какой-то момент, вот тоже не сразу, вдруг начало формироваться совершенно удивительное явление, феномен такого локального, абсолютно еврейского, действительно по содержанию и по сути, с моей точки зрения, искусство непохожего, то есть похожего и непохожего, потому что все, ну это вот купол, он похож или не похож, и он не похож, потому что он имеет национальный окрас, и там, вот то, что произошло в восточной Европе, вот я вам показал верхушку этого арун-подыша, вот это имеет такой еврейский национальный окрас, он похож на алтари католические, похож на иконостасы в этих, и не похож, в нем сразу любой человек узнает другое, иное, и вот это и есть национальное искусство, вот поэтому вот это феномен. Борь, вообще огромное-огромное спасибо, я хотел бы маленькую реплику, мне кажется, что ты начал или продолжил, потому что мы уже об этом говорим десятилетия, очень-очень важный разговор, и он продолжает наши предыдущие разговоры вот с Мишей Телевичем и с Ариной и с Эстер, и вот про искусство, и с разных сторон, когда говорит художник, это одно, как говорит искусствовед, это немножечко другое, историк, это очень важное дополнение, но у меня только одно маленькое замечание, мне кажется, что, во-первых, та традиция, которая, ты говоришь, она исчезла, но на самом деле она действительно не исчезла, хотя просто потому, что ее этот генокод, так сказать, остался действительно в литературе, остался в текстах, и поэтому она может воссоздаться, это как бы традиция, она в некотором, как некоторое, живет, как некоторая реальная возможность естественно, воссоздаться в пластике это совсем другая история, и когда это будет, и что мы, трудно знать, во-вторых, то, что те традиции, которые возникали, в том числе в Восточной Европе, и возникают совершенно по-разному, они очень интересны, действительно, и интересны они как некий опыт воссоздания, что это вроде другая традиция, в то же время та же самая, хотя, ну, возьмем такой простой пример, сейчас хорошо нам понятный, что необразимое количество животных на могилах еврейских в Восточной Европе это не случайность, то есть животные, которых мы только что видели, где-то с Висарфеем и так далее, или с царем Давидом, с царем трону царя Соломона, и тут вдруг невероятная количество я лично считаю, что это не случайность, здесь есть некоторое, с другой стороны, проследить так невозможно, непонятно, как это вообще могло быть, но сидит где-то внутри головы, так сказать, внутри народного сознания или интеллекта какие-то идеи, и они вдруг возникают так, иначе, три по-третьему, мне кажется, что это очень интересно изучать, и в то же время здесь есть, конечно, большая прагматическая задача, потому что лично я всегда занимался, интересовался темой связан с еврейским искусством, и его историей в связи с, как ни странно, прагматикой, что вот когда-нибудь оно возродится, когда-нибудь оно родится заново, и тогда все это, окажется, очень важно, и окажутся важные вот эти исследования и эти тексты, потому что в конце концов история, конечно, хороша, когда в ней есть некий потенциал будущего, вот, ну вот, как бы такие соображения, мне очень хотелось бы продолжить этот разговор, надеюсь, мы его продолжим, я уверен, что здесь многим кому есть чего сказать, еще дополнительно про это и спросить, вот, но время наше более-менее подошло к концу, поэтому, наверное, большое спасибо, Борис, и будем двигаться дальше, посмотрим, как будет, я уверен, спасибо, кто слушал, спасибо, спасибо, да, счастливо, спасибо,